Будучи детьми, все мы удивляемся синему небу, белым облакам и ярким звездам. Однако с возрастом это проходит, и мы перестаем замечать природу. Но есть еще природные явления, которые могут потрясти ваше воображение. И пришло время познакомиться с ними. Сейчас я вам покажу 5 потрясающих природных явлений, которые нужно увидеть, чтобы поверить в их существование. Поистине захватывающее природное явление – синее пламя, стекающее по индонезийскому вулкану Кава-Иджен. Внутри вулкана находится Серное озеро, из которого местные жители регулярно добывают серу вручную, без каких-либо средств защиты. Раскаленный высокой температурой, газ производит электрические вспышки синего цвета, иногда достигающие до 5 метров в высоту. Некоторые частицы горящего газа конденсируются в жидкую серу, что и создает таинственную синюю пылающую жидкость. Молнии Кататумба – природное явление, которое возникает на северо-западе Венесуэлы, где одноименная река впадает в озеро Маракайбо. Над местом впадения наблюдается регулярная грозовая активность. Молнии в облаках есть почти 200 дней в году, а непрерывные грозовые сессии длятся около 10 часов. Именно тут теплая и влажная воздушная масса из Карибского моря встречается с холодным воздухом, который спускается санд, в результате чего образуются завихрения. Разлагающаяся органика многочисленных болот выделяет в атмосферу газ метан. Он улучшает электрическую проводимость в облаке, вследствие чего и возникает молния. Если вы заядлый серфингист, то вы, скорее всего, слышали о волне Парарока, одной из самых длинных волн в мире. Эта волна, также известная как приливной вал, появляется в бассейне Амазонки два раза в год, производя волны, которые могут достигать до 3,7 метров в высоту. Бразильскому серфингисту по имени Пикуруто Салазар однажды удалось проехать на доске по волне рекордные 12,5 километров и продержаться в течение впечатляющих 37 минут. Утренняя глория – редкое метеорологическое явление, грозовой воротник, который формируется на границе наступающего голодного фронта. Нисходящий поток воздуха вынуждает теплый влажный воздух подниматься и охлаждаться. В результате он остывает ниже точки росы и превращается в облако. Это происходит по всей протяженности фронта. Облако получается длиной до 1000 километров и к тому же вращается вокруг продольной оси. Скорость перекатывания облака может достигать 60 километров в час, что предвещает шквальный ветер и плохую погоду в направлении движения воротника. Всем известно, что гром и молния всегда идут рука об руку, но очень редко во время грозы появляются молнии, поднимающиеся вверх. В данный момент этот феномен еще не изучен. Обратные молнии, скорее всего, происходят, когда нормальные молнии случаются неподалеку. Первая вспышка создает изменение электрического поля, которое заставляет положительно заряженную первую вспышку подняться вверх. Смотрите другие мои выпуски и обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока! Скоро снова увидимся!